Апокалиптика Должен признаться, я пока еще не посмотрел «Бой с тенью», но над песней мы работали с огромным удовольствием. Мы в то время как раз заканчивали свой новый альбом, но все же нам удалось узнать, что эта вещь стала потрясающе востребованным рингтоном, ну и в таком духе. Знаешь, для нас Россия всегда была очень приятной страной с гостеприимной и отзывчивой публикой. Здесь нам всегда рады, и поэтому концерты-апокалиптики в России получаются такими энергичными и эмоциональными. Нам очень приятно вновь быть в вашей стране. Скажи, а вы приехали в Москву сами или за своим семьей? У меня пока еще нет семьи, и у других парней тоже. Да мы вообще большую часть времени гастролируем, с семьей это делать сложновато. Вижу это по примеру одного из наших техников. Мы даже посчитали, что в этом году провели в дороге целых 200 дней, или даже чуть больше. 150 выступлений не шутка. Ну, раз у тебя нет семьи, то я задам тебе любимый вопрос российских журналистов. Скажи, что ты думаешь о русских девушках? Ну, у меня нет слов просто. Они красивы, прелестные. Да, точно. Что же касается концепта группы в ДК Горбунова, то сказать, что он прошел успешно, значит вообще ничего не сказать. Встречали финских парней на ура. Однако обратная сторона звездной жизни выглядит не так уж приглядно. Я понятия не имею, что это за животное, и знать не хочу. Но, видимо, оно старое, потому что жуется плохо. Это наш самый гламурный тур. Эксклюзивный репортаж о пребывании апокалиптики в Москве смотрите в эту пятницу в 23.40 в Ньюсблоке Уикли. До свидания.